Махачкали 16.45, студия Бедерниси Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Новости. Под руководством исполняющего обязанности председателя правительства Дагестана Бусама Дагамидова прошло оперативное совещание. В ходе мероприятия детально обсужден ряд актуальных вопросов, касающихся работы правительства в минувшем году, а также обозначены приоритетные задачи на год текущий. Под руководством исполняющего обязанности зампредседателя правительства Шамиля Исаева прошло заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в республике. Чтобы сократить потери в электросетях в республике, планируют провести учения. Для этого в регион приедут порядка 2000 энергетиков из разных уголков страны. Их безопасность обеспечат сотрудники МВД, МЧС и Росгвардии. Специалисты будут проводить рейды по отключению неплательщиков, устанавливать современное оборудование учета электроэнергии и отрабатывать план действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. За новогодние праздники в Дагестане родилось 1120 малышей, в том числе 142 ребенка в новогоднюю ночь. Первый малыш этого года появился на свет почти сразу после боя курантов в родильном доме номер 3 Республиканской клинической больницы. Республиканский молодежный центр занятости за минувший год трудоустроил более 1 тысячи человек. Отметим, что для популяризации рабочих профессий в Республике в прошлом году прошел второй региональный чемпионат WorldSkills, а также впервые состоялся чемпионат для людей с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс. В рамках крупнейшей в России и Восточной Европе 24-я международная продовольственная выставка Prodexpo с 5 по 9 февраля будет организована экспозиция лидеров индустрии ведущих производителей продукции халяль. Отметим, что в прошлом году в ней принимал участие и дагестанский кизляро-урицкий комбинат. Предприятие представило колбасные изделия и деликатесы. Новости культуры. Выставка «Таус Махачевой» – облако, зацепившееся за гуру, проходит в Московском музее современного искусства. Это первый большой показ работ Махачевой в Москве. Проект рассказывает посетителю истории, связанной с современным Дагестаном. Все они представлены в формате фото, видео, арт-объектов. Сегодня в 13 часов Махачкале температура воздуха была около нуля, а в ближайшие сутки в нашей столице ожидается днем осадки в виде дождя, переходящего в снег. Температура ночью от одного мороза до одного тепла днем плюс 1,3.